Ну вот так, тут надо подумать. Ну не знаю, хорошая атмосфера была. Сейчас, какие-то вопросы уже очень тяжелые. Ё-моё, 59-е увидел, думал сразу Его рассказать. Ай, не повезло. Ну, я. Очень хороший вопрос, мне понравился. Батра, легенда. Вопросов нету, не вообще. Я знал, чувства. Всем привет, я Алексей Петраков. Я Тимур Сулейманов. Меня зовут Вадим Раков. И сейчас я отвечу на вопросы о Локомотиве. Когда Локомотив впервые стал чемпионом России. 2002 год. Я знал, чувства. 2002? Ну, вспомнил, что 2002 год попадалось в историю, да. Молодцы. Как до 2017 года называлась РЖД-арена? Стадион Локомотив. Локомотив? Стадион Локомотив. Кто в основном ставил Локомотив, играл под 59-м номером до Егора Погосного? Ну, это Алексей Миранчук, конечно. Ну, тут без шансов. Я знал этот ответ. Я когда-то в моменте тоже думал, может быть, возьму 59-й, но Егора меня передел, конечно. Алексей Миранчук. Ё-моё, я 59-й увидел, думал сразу Егора сказать. А до него играл. А, блин, Алексей Миранчук, это мой дебютный матч. Я вышел вместо него. Лёха, привет. Имя ведущая Локот ТВ. Ирина Почебякина. Вопросов нет на ней вообще. Я смотрю очень часто выпуски, мне кажется, она полностью справляется вообще с своей дознанностью и очень интересно смотреть. Не скажу. Ладно. Ира Почебякина. Ирина Почебякина. Вчера только последний посмотрел. Какого цвета гетры на первом ретро-комплекте формы сезона 24-25? Так. Белые. Только играли с восстанов, запомнил сразу. Белого. Но мы его отыграли, конечно, я знаю. Мне кажется, это одна из самых интересных форм за последние, не знаю, может, лет 10. Мне очень понравилось. Белые. Все формы отличные, но вот ретро прям как будто больше всех нравится. Лучший бомбардир локомотива среди легионеров за всю историю? Среди легионеров? Блин. Не фарфан. Среди легионеров? Ну, среди, в принципе, я знаю Дмитрий Лосков вообще, да? Да. В целом. Легионеров? Занаша? Заза? Заза Джанаша. В какой город состоял самый массовый выезд в истории локомотива? В какой город? В Сочи? Да. В Сочи с Уралом? Да. В Сочи. Да, какая драка была. Ари, молодец. В Сочи? Хорошая атмосфера была. Ну, так, тут надо подумать. Возможно, я думаю, город, где, может быть, был финал Кубка России. Предположу, что Сочи, может быть. В ворота какой команды в Лиге чемпионов Дмитрий Хохлов забил гол с 15 метров головой? Выкладывали, да, по-моему, команду? Ивент? Я видел тот гол 100%, но команду я, если честно, навряд ли назову. Предположу, что Интер, может, не видел даже. Пусть будет Интер. Серьезно? Интер. Какой игрок стал лучшим ассистентом молодежной лиги сезона 23? Батраков? Батра, легенда. Алексей Батраков. Незабываемые такие же, как мой первый гол за основу. Поздравляю Леху. Заслужил стать лучшим ассистентом. Ну, я. Очень хороший вопрос мне нравился. Какое место занял Локомотив в сезоне 2017-2018? Чемпионы. У нас место будет? Первое. Первое место. Чемпионский сезон, да. Первое место, да, конечно. Это отчетливо в памяти мне, конечно, запомнилось. Дома был, смотрел. У нас был тогда, по-моему, уже отпуск в Академии. И помню, смотрел, ну, хотелось, конечно, на сезоне быть, но смотрел уже из дома. Кто выигрывал Кубок России в составе Локомотива и как игрок, и как главный тренер? Игорь Черевченко. Игорь Черевченко? Черевченко. Какой игрок является единственным пятикратным обладателем Кубка России в составе Локомотива за всю историю? Вячеславич? Опорник? Фейными волосами? Что-то вообще все плохо. Не знаю. Дмитрий Лоськов. Ай, не повезло. Мамина? В каком году был установлен паровоз Л-3516 на площади перед Стадионом? 2006. Это, получается, в 2006 году. Какие-то вопросы уже очень тяжелые. Сейчас. 2006. Ну, не так уж и плохо, конечно. На какой секунде был забит самый быстрый гол в истории клуба? Восьмая. Ну, какая-нибудь 20-ая. Да. Да. Пусть будет. На 20-й секунде. Первая строчка гимнов Калкомотив. В каждом сердце навеки твои цвета. В каждом сердце навеки твои цвета. Да. В каждом сердце навеки твои цвета. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.